Сегодня к нам в редакцию пришел еще один водитель с возмущением по поводу того, как ведутся дорожные ремонтные работы на подъезде к Ноябрьску со стороны Карамовского поста. Его выслушала Ирина Потехина. На данный момент я езжу в Ноябрьск, в Холмогорское месторождение, и там сейчас приступили к работам, скажем, новую дорогу асфальтируют. И по моим, так сказать, соображениям, что ли, дорога укладывается неправильно. Хотя там и технику нагнали, вроде бы современную, новый асфальтоукладчик, но дорога изначально идет волной. Это, я считаю, что это уже аварийная дорога. О том, что закатывать деньги в асфальт, все равно, что выбрасывать их в бездонную бочку, сейчас говорится много, но происходит ли это на самом деле на подступах к Ноябрьску, мы решили разобраться. Вместе с неравнодушным водителем в его автобусе отправляемся на трассу и минут через 30 добираемся до нужного участка. Вот ремонтные работы, 300 метров знак стоит, ограничение скорости 70, обгон запрещен. Машина как подпрыгивала на ухабах, так и продолжает пляску по серой ленте. Как бы ни старался ехать здесь аккуратно, поясняет Александр, пассажиров все равно трясет и раскачивает. И так обидно, говорит, что работа ведется, а дорога все равно плохая. Во-первых, трясет. Во-вторых, опасно. Все-таки я перевожу людей, у меня пассажирский перевоз, вернее, людей вожу на работу, каждый день по 400 километров попробую по такой дороге поездить. А если в гололед или в ненастную погоду, это удваивается уже опасность, скажем. Однако опасения Александра преждевременно считают специалисты дорожной дирекции, в чем ведение находится это шоссеи, которые отслеживают качество ремонтных работ. Сейчас на участке длиной чуть менее 500 метров устраняется просадка дорожного полотна. И пока не будет уложен последний слой асфальтного пирога, ямы не исчезнут. Еще рано делать какие-то выводы. Во время производства работ никаких дефектов не зафиксированных. Технологии производства работ претензий у технодзора нет. А то, что пока видны неровности? То, что пока видны неровности, это связано с тем, что пока уложен нижний слой, после чего будет укладка верхнего слоя, когда все это будет выровнено. После чего будет произведена нивелиром гидридическая съемка на показатель ровности. Если в дирекции к подрядчику тетензии не будет, будут приняты работы, будут они оплачены. Но если и по окончании ремонта дорога действительно останется неровной, расчет за работу дорожники не получат, пока не сделают все как надо, уверяют специалисты. Если во время гарантийного срока, а это 2-3 года, здесь появятся ямы или трещины, им тоже придется заново укладывать полотно, причем за собственные средства. Денег на дороге и так выделяется мало по сравнению с тем, что требуется, говорят в дирекции. И тратить их впустую никто не намерен. Если брать общие затраты, то это около 25 миллионов всего. На восстановление дорожного покрытия выделено 11 миллионов. То есть это, конечно, очень мало для наших дорог. Даже в Ингопурке без капремонта служат более 30 лет. И по-хорошему, ей давно нужна полная реконструкция. Но пока в год на двух небольших, подведомственных окружной дирекции дорогах, в Ингопуровской и той, что соединяет город с Карамовкой, получается устранять всего по одному участку с просадкой полотна, плюс ямочный ремонт и заливка швов. Это из основного. А есть еще не первоочередные, но тоже обязательные работы. Это замена, ремонт дорожных знаков, ограждений, естественно, разметка дорожная, восстановление обочин, то есть их отсыпка. Вот, допустим, на автодороге в Ингопуровске, там желательно бы все обочину привести в порядок. Но иногда даже не знаешь, куда эти объемы деть. Хотелось бы везде. В общем, говорят, в дирекции работ выполняется ровно настолько, насколько хватает денег. Но когда полотно состоит сплошь из лоскутков, пусть и асфальтных, рассчитывать на более-менее комфортную езду не приходится. Ну или на очень коротких участках, например, как на том, где сейчас устраняются просадки. Обещают, что уже на этой неделе работы по ремонту завершатся. Александры и все остальные водители Ноябрьска смогут оценить качество ремонта. Ирина Потехина, Анатолий Присич. Новости нашего города.